Они вглядываются в каждый забор, но тщетно. Уже второй час судебные приставы и инспектор труда пытаются разыскать компанию «Металлинг». Ее нет ни на Лебедянском шоссе, ни на улице Железняково. Здесь уже другие фирмы. «Металлинг» по данному адресу. Так это было уже давно. Они продали новые организации. А здесь пока еще. Или молоко. Фирмы нет, а претензии остались. Тысячи жалоб каждый год поступают в трудовую инспекцию. Практически все, как под копирку, глибчан не устраивают условия труда и его оплата. Ни выплаты заработной платы, ни правильного начисления, ни предоставления отпусков. То есть спектр вопросов, с которыми люди идут в инспекцию труда, довольно-таки широк. С работодателем-обидчиком обычно разбираются на месте. Выписывают штраф от 30 до 150 тысяч рублей. Генеральный директор Липецкого завода малых коммунальных машин платить не согласен. Владимир Зайцев уверяет, работает по совести и требует того же от своих подчиненных. А так как ты месяц прошел, но ничего не работать не умеешь, ну это же не моя беда, это не моя вина, это твоя беда. В результате он пошел туда в инспекцию, написал им заявление. Они прям как вороны тут прилетели. Но хочешь не хочешь, платить все же придется. Иначе судебные приставы наложат арест на расчетный счет. И деньги все равно спишут. Другое дело фирмы-однодневки. С ними все сложнее. Будем выяснять, где они находятся. То есть делать запросы в налоговые органы, в пенсионный фонд и в другие организации, которые могли бы нам предоставить такую информацию, где реально находится сейчас это предприятие. Радует одно, таких судебных производств не так много. 125 на всю область. И найти нужно всех работодателей. А потому совместные рейды приставы и инспекторы сейчас проводят ежедневно. Татьяна Кощук, Светлана Федоренко, Олег Голобоков, ТВК. Новости.